Какой окажется единая экзаменационная кампания будущего 2020 года? Журналистам рассказали во время пресс-конференции, которая состоялась в региональном министерстве образования. В 2020 году единый государственный экзамен будут сдавать 3600 выпускников в 31 пункте проведения ЕГЭ по всей области. Существенно изменится технология доставки экзаменационных материалов. Вместо традиционного диска они будут доставляться в аудиторию посредством сети интернет. Для детей никакой разницы нет. Вот они пришли, точно так же сели, им говорят, только раньше показали диск и говорили, смотрите, вот диск, сейчас мы его вскроем, сейчас мы его вставим. Сейчас им говорят, сейчас в вашем присутствии будут распечатаны материалы. Вставляются вот эти два токена, как и раньше, если вы видели, да, ну, чтобы запустить эту программу, потому что она зашифрована, иначе материалы эти не расшифровать. И сразу начинается печать. Нововведения проходят предварительную апробацию. Так, 21 ноября все муниципалитеты региона тестировали еще одну новинку. Среди заданий практический эксперимент. Это будет одно из заданий, они будут его выполнять, то есть они пишут всю работу, потом им предлагается пройти, где будут готовы уже реактивы, выполнить это задание. Ну, я думаю, что все должно быть хорошо, потому что мы давно уже проводим с физическим экспериментом, с элементами лабораторной работы, экзамен по физике. Будут в этом году и традиционные экзамены для родителей, чтобы мама и папа на себе прочувствовали, что такое ЕГЭ. Все смогут попробовать зайти на пункт, понять, как это, как они получают, в каком формате задания, как они заполняют все листы, чтобы у них там были с собой паспорта, не было ничего лишнего, пройдут через рамки. В этих же мероприятиях у нас отдельно организуется сдача единого государственного экзамена. Для родителей все желающие могут принять участие, и также прийти на пункт для того, чтобы снять вот это напряжение в понимании, насколько это сложно или не сложно. Срок действия единого государственного экзамена для поступления в ВУЗы остался прежним — 4 года. Те, кто по каким-то причинам не смог пройти испытания или недоволен результатами, смогут пересдать экзамен на следующий год. Продолжение следует...